Короче, стоим здесь и кушаем. Что-то мне плохо, девчонки. Дэнни надо мной издевается. Так, ну что, сняла я телек. Хотела поесть нормально, она говорит, не, вези меня. Скумбрия, которую я вам обещала засолить, которую я пробовала у тети Тани, у Кристиной мамы. Там не мясо, там просто какая-то фигня. А еще смотрите, что я наконец-таки прикрепила. Дэнни, вылези из багажника. Всем доброе утро. Смотрите, какая непредсказуемая у нас погода. Вчера жара была, вы помните, загорали. А сегодня, ну в принципе, жарко, но дождь. Дождь поливал еще со вчера. Я не знаю, показывала вам или нет ливень. Вот, в общем, идем в садик. У меня закончился кофе, поэтому я сегодня встала прям в половину восьмого. Дэнни сразу разбудила, он у себя спал крепким сном. Вот, он позавтракал чуть-чуть. Я ему даю всегда вкусняшки утром. Любимые его. И сейчас идем в садик. А потом я себе куплю молока и кофе буду делать. Зашла в магазин. Смотрите, это и фирма, и Зинус. Кокосовое молоко взяла. Там сахара, по-моему, нет в составе. Сейчас еще раз посмотрела. Нет сахара в составе. Ну, взяла на всякий случай гринмилк. Это то, что, ну, соя, да? А кокосовое не всегда мне заходит. И можно их тоже мешать, вот, разбавлять. Сейчас кокосовое прием, да, мы попробуем. Не отдает ли оно подсолнечным маслом. Так, ну что, пока мой пылесос будет пылесосить тут самостоятельно, я решила кофе попить и помонтировать. Итак, блин, зачем мне сахар добавила? Кокосовое, оно же само по себе сладкое. Я сейчас сахар добавила по привычке. Ну, чуть-чуть сахара заменителя. Ну, вот кокосовое в последнее время для меня тоже стало немного жирноватое. Тут нет уже привкуса масла, это хорошо. Но оно само по себе, вот я пью, и оно как будто жирнее, чем соевое. Жирный кокос. В общем, на улице дождь, но при этом жарковато. Хотя воспитательница говорит, взяли ли вы что-нибудь накинуть ему? Говорю, да нет. Да жарко, вот сейчас дома я сижу просто душно. А еще когда дождь нельзя кондеры включать. Там вроде ливня нет. Ну, короче, ветра даже нет, вот. Не продувается ничего. В общем, ладно. К 12 часам с мамой и с братом встречаемся. По делам. Поэтому сейчас мне нужно помонтировать. Вообще, сегодня целый день я буду помонтировать. Сегодня я планирую, чтобы день был максимально продуктивным. Поэтому сейчас поставила на вывод фильм. Пойду, искупаюсь, помою голову, приведу себя в порядок к встрече с мамой, с братом и к съемкам. Хотя, честно говоря, вчера я досматривала сериал. Кстати, сериал «Ничто не случается» дважды. Не буду красить никаких впечатлений. Просто рекомендую к просмотру. Это один из немногих сериалов, которые мне понравились. Рекомендую. Вот. Я вчера его допоздна смотрела, и поэтому я немного такая не выспалась. Плюс еще погода, солнышка нет, дождь. И мне хочется, понимаете, лечь, спать. Но нет, как раз-таки пока дождь, нужно пользоваться и работать. Ну все, вот мы всей толпой поделали дела. Сейчас каждый разбредается, кто куда. Мама все... Сейчас я тоже сниму. Съемки. А Виталия куда? Гулять поедут. Сегодня выходной. У Насти выходной. И у Виталика выходной. И они вдвоем будут тусить. Если дождь, то они куда не проводят. Если дождь, то они куда не проводят. А я сейчас зайду в фикс-прайс. И у меня, конечно, сегодня день рабочий. Я не могу отдыхать. Не могу себя позвонить. Мы пойдем на пятерочку, а в телегу сейчас конфет вкусных, любимых. В телегу? Да. Что за телегу? Пойдем, покажем. Мой любимый магазин европейский. Серьезно? Да, это... А, это кто такой? Бабуля нас одарила всякими фруктами. Подождите, давайте покушаем. Да. Конечно, мы вместе пьем. Бабушка купила Насте и Деню. Нам Деньку купила и Денькину и любимую ягоду. Это черника, да, это, по-моему? Черника, а ты же берешь такую. А Настя купила малину, но это тебе много, Настя, малины. Малина, черешня и абрикосы. Абрикосы. Короче, стоим здесь. И кушаем. Большое, огромное. Ты давай побольше в рот бери. Побольше. Выжуй. Так, вес меня ведет в какой-то локация вкуса. Какой-то маркет прикольный. Любимые конфеты показать хочешь? Больше возьмем. Давай. Что за конфеты? Какие любимые? Они все. Сосательные? Конечно. Это шоколадное надо. А я думала, может быть, они мармеладные? Давай, сейчас мы выбираем наши любимые. Какие ваши любимые? Ну-ка. Ну вот эти вот розы, эти оранжевые, зеленые. Оранжевые, зеленые. Какие смайлики. А вот она белая, из чего это? А это прикольная кемка такая, она типа кисленькая. Короче, знаешь, она еще напоминает? Красивые такие. Их типа этого. Настя, да хорошая, да не лезь туда. Пастила без добавления сахара. А вот еще, глянь, конфетки прикольные. Да тут без сахара много конфет, вот еще. Ну что, мои хорошие, все, попрощались с братом, с мамой. Зашла еще в фикс-прайскую, что-то купила для видео. Сейчас приеду домой. Время уже, конечно, как раз закончилось у нас. А, все равно мамина потом. Заехать все-таки на почту. Я просто думала сейчас все-таки домой поехать и домонтировать видео, быстрее выложить. А сейчас думаю, может быть, забрать-то посылки уже. Забрать или не забрать, или пусть она там еще лежит. Скоро мамина придет, все вместе заберу. И еще отправить мне надо. Нет, все-таки домой поеду. Поеду работать. Девочки, буквально прошло несколько минут, как ливанул дождь. Вот я подъехала к дому, и у нас здесь просто какой-то ливень. Вот сижу теперь и жду, пока хоть немножко стихнет. И под подъездом тоже люди ждут. Так, бабуля. Ой, как вкусно пахнет дынька. Дыньку нам взяла. Вот это вот черника. А я зашла в магазин, купила терияки соус. Буду запекать курочку теперь с ним. И попробовать взяла конфетки вот такие, без сахара. Что-то мне плохо, девчонки. Не пойму. То ли тошнит, то ли живот крутит. Где-то, знаете, посередине. Посередине. Наверное, от того, что я малины поела, она голодный желудок, считай. Хотя кофе, когда пьешь, это же не считается голодный желудок. Я две кружки кофе выпила. Потом малины съела. Я вообще не люблю фрукты на голодный желудок. Я потом себя очень плохо чувствую. И вроде голодная, и все крутит. Так, девочки, я искупалась, перекусила. Вроде стало легче. Иду за мальчиком в моем садик. Держись крепко. Дэнни надо мной издевается. Залез туда. Ему кисть, аккуратно, кисть, аккуратно. Он говорит, какой у тебя кисть? Я Дэнни. Все, кто-то научил. Крепко держись. Маш, нам надо наклоняться, Ляня. Она пытается его весело спройти. Офигеть. Так, ну что, сняла я телек. Тут у меня, оказывается, был очень сильно закручен шуруп. Я вообще не смогла снять телевизор вот так, чтобы просто, да, одну раскрутила, одну нет. Мне пришлось всю ее раскрутить, разбирать, чтобы телевизор отсюда снять. И теперь телевизор у нас в детской. Вот так стоит на ножичках. Пока тут прибралась у него, убрала одну полку. Спать будем? Дэнни, спать-ки укладываемся? Мам, принеси яблоки. Сейчас принесу. Вот так вот спит моя солнышка тут. Укрылся сам. Холодно было ему, наверное, в солнышке моей. Кольцик. Создавать будем уже. Кстати, знаю, что мама смотрит все мои влоги. Мама, смотри, по твоему совету, игрушки у Дэнни здесь, внизу. И здесь сложила все. Убрала немножко вот эту полку, освободила. А сюда сложила все его летние вещи, в принципе. Там трусики, маечки, футболочки вот два. Здесь что-нибудь там теплое накинуть, если что, и там на выход. А здесь носочки, здесь шортики. Все, а лето хватает нам. А эти две еще надо разобрать. Ну что, мои хорошие, что-то долго не могла выбраться из дома. Сейчас уже решила поехать все-таки посылки эти отослать и свои получить. У меня там тоже пришли уже посылки. Потом приеду домой и буду снимать. На улице такая дождливая погода. Сегодня прохладно, кстати. С утра я утром не взяла камеру с малым в садик. Так, ну было прохладно, но мы прям раздетые все равно пошли. Я ему с собой взяла кофточку. Вот, сегодня у нас, кстати, бассейн. Сегодня у нас будет тренер, самый первый парень. Он с армии пришел. Вот, я помню, Деньке очень нравилось с ним. Вот прям с первого дня, обалденно. А потом он ушел в армию сразу буквально там два. Два или один день мы позанимались, и он ушел в армию. И потом мы долго не могли найти кого-то. Он прям не шел и все прям. Потом вот привык к одной девочке. Но сейчас она ушла, а Сергей остался. И, короче говоря, теперь нам... Не знаю, как он, может, его забыл уже, конечно же. Ну, вроде с пацаном должно быть ему поприкольнее заниматься. Сегодня записались. Нужно будет взять абонемент потом. Короче, пойду скорее посылки отправлю. А то гнетет, гештальт этот незаконченный. Когда висят посылки, мне надо их отослать. У меня все время вот это крючки, крючки, крючки. Надо поснимать, освободиться. Всем привет. Всем привет. Меня видно, да? Да. Мама чё ли тут формит меня? Да. Пока я и безвозчиком работаю. Сырный соус. Хотела поесть нормально, она говорит, не, вези меня. Макает, едет. Может, мне тоже чё-нибудь? Попробую. А палочка это что за палочка? Сырная. А это куриная, да? Да. Курину хочу. Курину хочу. Курину хочу. У меня дома вкусная овощная рагу с мясом. Ой, а я всё... Как ты ешь такой кипяток? Кайф. Я обжигаюсь. Не, я сейчас... Просто я попробовала, я не хочу портить аппетит. Приеду домой. Вкусненько покушаю. Да. А мне надо готовить. А я уже приготовила. Молодец. Помнишь, я дочка. Ну, хочешь, поехали ко мне. Покушаешь. Времени нет, мам. Я уже вот сейчас покушаю. Надо снимать. Потом... Потом Данька. После. Ой. Вчера прикол был. Я говорю, всё, Данечка, выключай везде свет, укладываемся спать. Он такой, всё, мама, иди из комнаты. Из его. Я говорю, хорошо. Иду такая в зал. Он такой, нет, иди к себе спать. Я говорю, хорошо. Я пошла спать. Я ложусь, короче. Он такой, там что-то милку, та-да-да-да, погонял в зале свет. Выключил кухню. Я думаю, куда пойдёт? Идёт в свою комнату. На дочек. Что-то там идёт, что-то там такая пошица, то-сё. Думаю, ни хрена не спит. Смотрю этот, ночник включил, валяется с ним. Я говорю, Дэй, ты должен спать. Он такой, нет, ложись, говорит. Рядом? Да. Я говорю, ну я спать не буду. Говорю, это же твоя кровать. Ты спишь здесь, я сплю у себя. Не. Берёт ночник, берёт эту воду. Говорит, пойдём. В твою комнату. В мою комнату. Я говорю, нет, зайка. Ты, говорю, будешь спать у себя. Говорю, если хочешь, я полежу с тобой, пока ты не уснёшь. Такой, хорошо. Всё, положил. Ну, уснул быстро. Я не ложусь прям с ним. Так, я прям так полусижу. Он видит, что я не сплю. Я то в телефоне лазю, а то ещё что. Ну, вчера прикол был, когда мне говорит, иди, положись, закрывай глазки. Было бы здорово, да? Вообще, и пошёл в свою комнату. Ой, а спать одно такое удовольствие вообще нереальное. Да, я знаю. Он вот так, там, звёздочка у себя. Я у себя просто. Мы так высыпаемся. Ветерок, прохлада, не жарко. У меня хоть кости перестали болеть. Ну, я тоже звёздочка люблю тоже. Она на все, не ваня. Я поэтому его не складываю. Чего мне складывать? Я развалилась, и всё. Ой, мы же вчера с Валей досмотрели сериал. А, Барь. Ну, вот этот же, вот, ничто не случается. Нам, да? Да, вот за три дня я его посмотрела. Ну, Валя на второй день подключилась. Она говорит, ой, я этот сериал видела, но я не все серии видела. Я их там пропускала много, короче. Ой, это не то. Надо смотреть прям. Вот. Но она подключилась где-то уже на восьмой серии. Первого сезона. Первого сезона, да. И всё. И потом, ты ж подожди, я сейчас быстренько сейчас схожу, я сейчас сыну тормозок с собой на работу сложу и приду. Ну, ты, если что, смотри, говорит, ну, только мне расскажешь. Вот она раз туда пошла, я, допустим, смотрю, она приходит, ну, что там было? Я паузу ставлю, вкратце расскажу, кто куда пошёл, что чего там, да? И смотрим дальше. Мы уже там с ней разложили там фрукты. Позавчера ещё я брала фрукты, сели там. Короче, весело у вас там в домашний кинотеатр. На двоих. На двоих. Ну, я же бы там, ну, через интернет, через Иви подключилась я к Иви, короче. Там я убрала подписку, потому что мне там ука не очень нравится, оно тут периодически куда-то ходит, виснет, непонятно что. А тут рубль за 30 дней. Там качество очень хорошее, поэтому может виснуть, если интернет не хочет. Ну, в общем, я Иви подключила. Пока на 30 дней там посмотрим. Вот. И, в общем, вчера мы добили этот фильм, досмотрели. Второй сезон закончился. Ну, потом же впечатлений куча, и давай же их как бы друг другу... Ждём третьим. Рассуждаем, как вот так вот в жизни бывает, случается. Ну, ждём, какой ещё, может быть, классный фильм посмотреть. Ну, там этот фильм закончился, и подключился другой фильм, как-то он называется, какое-то там сердце... Кровавое что-то такое. Кровавое сердце или что-то такое, да. Я не стала смотреть. Я не стала смотреть, потому что я посмотрела... Ну, как бы я так поняла, что этот фильм аналогичный. А я как бы вообще этот жанр... Ну, это мелодрама-драма, вот так я поняла этот жанр. Драма как-то. ну я особо не любитель смотреть я отдыхаю с детективами нормальными мне надо, чтобы там и была интрига и хорошие актеры чтобы было интересно смотреть так, ну что, мама Чули побежала по делам, сейчас я тут стою жду ее потом, наверное, мы в банк зайдем надо там распечатку взять, коммунальных платежей блин, сегодня вторник уже мне еще не звонят с английского а может и нафиг в центре ну просто в центре, я почему в центре начала смотреть, потому что мне кажется, что в центре именно я найду школу, которая мне прям понравится, прикольно чтоб ходить, болтать там на английском вот хочется в группе на самом деле заниматься индивидуально это одно но мне кажется, в группе прям прикольно ты слышишь разные акценты общаешься где-то да, там круто, если у кого-то уровень немного ниже твоего хотя куда ниже у меня такой элемент элементарий вот но все равно ты как-то себя чувствуешь более уверенно и из-за этой уверенности как будто активируется мозг и ты еще вспоминаешь какие-то слова и предложения мне кажется, у меня знаний очень много в голове просто есть стопоры какие-то, да когда ты такая особенно, когда ты теряешься такой, не знаешь, как что сказать должна быть в этом расслабленность поток какой-то нужно его поймать короче, надо будет еще искать школу походу ну и что же, мои хорошие, я делала вы видите, я красива а то значит, были съемки съемки были хватило сил у меня только на одно видео хотя я должна была снять три видео перенесемся на завтра сейчас я иду за Денечкой и у нас сейчас бассейн вроде все собрала в машине очки только его оставила посмотрим как он будет сейчас с тренером которого уже, блин, больше года уже больше года он не видел посмотрим забрала Денни из садика вот Денни, покажи, что с пальцем у тебя что случилось? я ударился спинками ударился? я ударился не знаю, как он будет в бассейне сегодня ну... занырнул да? и... давай, мейн скоро давай, мейн скоро прыгай прыгай, прыгай прыгай, я ловлю прыгай, снегово давай вторую ладно, два, два, три мак Молодец! Отвози сам, Макс, прыгай. Ты ногами, руками помогай, чтобы на месте не остановилось. Отвози сам, тогда я подержу, а ты руками тоже помогай. Прыжи. Зоопарк у тебя здесь уже. Считай. Где три? Три? Даша, там еще есть. Стой! Так, ну что, девочки, внимание, рыба скумбрия, которую я вам обещала засолить, которую я пробовала у тети Тани, у Кристиной мамы. Обалденно! Она ее готовит. Я еще раз узнала все, что делать. Здесь у меня две рыбы. Я покупала пятерочки. Это скумбрия замороженная. Я сейчас возьму одну, потому что две сразу делать не буду. Одна пусть в заморозке еще лежит. Пока рыба замороженная, ее нужно поделить сразу на части уже, на которые хочется. Да, я не знаю, мыть, кстати, надо ее, не надо. Могу сполоснуть. Но резать ее лучше замороженной. Таня сказала, так легче она будет резаться. Если она уже растает, уже будут трудности. Да, не просто ее и замороженную тоже, если честно. Врезать. И теперь вот я беру соль, розовая гималайская соль. Можно любую вообще свою использовать, но я эту хочу. И начинаю солить. И солю ее, как мне тетя Таня сказала, чуть больше, чем я солю обычно. То есть вот, например, я там солю чуть-чуть совсем, а тут можно чуть больше. И вот, вот так вот я ее всю сделаю. Вот вся она у меня в соли. И все, и оставляю ее на 2-3 часа. Вообще на ночь можно вот так вот. Я ее в холодильник положу. И она, ну как бы я сегодня на ночь делаю. И она будет у меня в ночи лежать. Завтра уже могу сварить картошечку. И вкусненько кушать малосольную скумбрию. Но завтра я подсниму, как она вообще оттаяла, как она засолилась. Но у тети Тани это было очень вкусно. Все, несем в холодильник. Так, ну а сейчас я буду есть пельмешки. Сварила себе пельмешки. Какие-то не очень вкусные я покупала пельмени. Вот надо их, наверное, доедать. И как раз хочется что-то такое вот. Вот что-то такое. Будем пробовать сметану 15% из топленых сливок. Я в прошлый раз ее как раз не попробовала. Слушайте, она похожа на ряженку. У нее привкус ряженки. Интересно. Фу, девочки, эти пельмени только на выборах. Вот я вам сейчас покажу просто пельмени, которые вот просто ешь. Там не мясо. Там не мясо. Там просто какая-то фигня. Вот. Бессои написано. Вообще невкусные. Всем доброе утро, мои хорошие. Вчера просто укладывала малыша и просто вырубилась. Вот. Сегодня утром он пришел. Рано встал. До будильника. В 6.30 он где-то встал. А будильник... А, нет, точнее, он встал в 6, наверное, сегодня. Короче, он как-то до будильника встал. Еще будильник не звонил. А Дэнни уже здесь. Говорю, ложись. Вроде лежал со мной, но уже не спал. Полежал. В общем, уже будил меня. Мама, давай потанцуем. Волчок я ему взяла. Кто не смотрел, распаковку. Уже, наверное, будет к тому времени. Нет, не будет. Скоро будет распаковка с магазина. Одного прикольного. Я там ему набрала кучу игрушек. Вот волчок ему очень понравился музыкально. Он так вот крутится и музыку издает. Он танцует, бегает вокруг него. И мне мама, танцуй, мама, танцуй. Я вот с этим волчком пришел. Говорит, мама, давай включать танцевать. Я говорю, время еще рано. В общем, собрались. Сегодня хорошо. В садик пошли. В общем, у меня большие планы сегодня. Прям с утра. Сейчас 9 часов. Здесь минут десятого. Я буду снимать. Я вчера вот, да, легла спать и просто даже умыться. Просто умыться забыла. Ну, не то, чтобы даже забыла. Я кладу, ложусь просто быстрее его уложить. Я просто его хочу быстрее... Не то, чтобы забыла. Я просто хочу его быстрее уложить. И думаю, сейчас уложу и пойду умоюсь. И бывает иногда засыпаю вместе с ним. И уже вставать вообще не хочется. Думаю, пофиг один прищ вскочит. Ничего страшного. Вот. Так что пойду приведу себя в порядок. Буду снимать. Уже сняла один видосик. В смысле, я проголодалась. Время пол первого где-то. И вот просто на скорую руку делаю себе сейчас омлетик. Помидорчики зеленые. Этот болгарский перец. Здесь намешала два яйца. Посолила. Добавила соевого молока. Медленный огонь. Крышка. У, мои хорошие. Это какой-то третеж. Когда я спешу, честно говоря, это все. Это здесь вихрь. Реально вихрь. Здесь лучше не находиться при мне. Сама от себя, блин. В шоке. Короче, все. Я села поесть. Хотела рыбу, на самом деле, поесть, попробовать. Но будем вечером ее пробовать. Потому что у меня нет картофеля. Представляете? Мне надо еще успеть сделать заказ тогда. А заказ, может быть, сделать такой, чтобы и вам распаковку сделать. Может быть, во вкус вилл. Или в ленте. Где-нибудь. Вот из-за картошки буду делать заказ. Посмотрю, короче. Либо в пятерочке просто заказать картошки, хлеба и все. И не делать тогда съемку. И не снимать ничего вам. Вот у меня яичница, омлетик. Подогрела в тосте два хлебушка. И буду с акрилем есть. Кофе сделаю. Приятного аппетита. Мне некогда искать нормальный сериал. Так что советуйте мне сериалы. Кто-то мне советовал там... Я уже пару сериалов, на самом деле, начинала смотреть. И выключала их. Потому что первая, вторая серия вообще, короче, мне не заходит. Надо найти еще крутой сериал. Это расслабон классный. Занимаюсь тут пока уборочкой в детской. Достала, распаковала увлажнитель. Такой вообще удобный. Просто до безумия. Поднимаешь эту штуку. Или вот так прям воды наливаешь туда. Включаешь. И оно работает. Вот оно удобно здесь. То, что зарядка. Вот тут. Но с другой стороны, мало и прыгает здесь постоянно. Я думаю. Может себе забрать этот увлажнитель? А ему другой поставить. Большой. Приложение наконец-таки скачала. И искала, какое приложение здесь будет. Короче, быстренько нашла. Сконнектилась. Вот сейчас 58% у нас. Можно таймер поставить. На первом режиме работает. Остаток воды 31%. Ну, я немного налила, на самом деле, туда. Вот. Увлажнитель в двух комнатах. Есть вариант поставить увлажнитель вот сюда. Вот прям, наверное, можно поставить. Сейчас пыль протру. И раз я с телефона буду, то, в принципе, он отлично здесь будет вписываться. И Денька вот здесь вот прям не прыгает. Она здесь все хорошо стоит. Поставила вот так вот увлажнитель. Вот, в принципе, он вверх весь воздух идет. Не знаю. Ну, стоит он хорошо здесь, на самом деле. У него прорезиненные ножки. То есть, он никак вообще не шатается. Ничего. Единственное, что вот у меня, который большой мой увлажнитель, там нужно, чтобы по полметра со всех сторон было пространство. Это единственное. Ну, вот здесь вот он в безопасности стоит у увлажнителя. Больше я не знаю, куда его поставить. Вот там вниз. Не знаю. Можно, в принципе, вниз поставить. Можно приступочку какую-то сделать, да? И прям поставить так. В принципе, Денька вроде тут не бегает вот в этом углу. Ну, все. А еще, смотрите, что я наконец-таки прикрепила вот эту вот штучку. Так я ее видела из фикс прайса для ключиков. И, возможно, для сумочки еще повесить. Я очень крепко. Но я прибила ее гвоздиками вот такими маленькими. Видите? Раз. На трех гвоздиках. Очень классно стоит. Все ровненько. Симпатичненько. Вообще, у меня идея даже появилась. Я бы даже крючки убрала. Вот, ну, на одной оставила бы крючки, да? И вот так прям стену бы все делала. Я не помню, сколько стоила эта штука. Но очень красиво было бы вот здесь вот. Зеркальная такая темка. Короче говоря, девочки, такая я мама умница-разумница. Думаю, ну, ребенок у меня давно просит велосипед. Думаю, погода сейчас не очень жаркая. Возьму велосипед. Едем и я смотрю, что за дырки. А у нас за зиму, смотрите, тут видимо спустила колесо. Уже вот так, чтобы все видно. Я Даня говорю, Даня, нельзя на нем кататься. Пошли искать насос. А у меня насос, блин, я не знаю где. Сейчас посмотрим в машине. Вообще, я его спустила. Хочу посмотреть в багажник, он вообще залезет или нет. И, короче, сейчас мы будем по району искать насос, чтобы кто-нибудь нам накачал колеса. В общем, подошли тут к первой попавшейся машине. И у них оказался насос. И нам сейчас даже накачают. Ну все, Данька едет. Давай, равновесие держи. Помоги вам. Чего помогать? Ну отпусти, как не поели. Колеса накачали, уже хорошо. Сейчас вот жара, кстати, утром было холодно в штанах. Ребенок у меня. Так, смотри, чтобы оба колесика были оторваны. Езжай. Есть, Дэнь. Поехали. Мы посреди дороги стоим. Езжай. Я посмотрю на колеса. Что-то как-то непонятно у меня. Взяла какое-то необычное мороженое с прослойкой зеленой. Карамелью какой-то. Бахрома двухслойная. Фисташка, финик. Во. Потом обертку покажу. Непривычно для меня есть мороженое без орехов. Поворачивай. Вот такое мороженое было. Короче, ничего особенного. Выглядит лучше, чем на вкус. Вкрутила Дэнь колеса. Говорю, давай без колес. Ну, давай, садись. Давай, держи его, Дэнь. Короче, попытались мы один кружочек проехать без этих задних колес. Я задолбалась. У меня руки черные просто. Не хочет он держать. Смотрит по сторонам. Концентрацию не держит. Пусть пока так хоть покатается. Пустила Дэньку с самого прокатиться. А я тут вот. Здесь два съезда к дороге. Я его как раз тут встречаю. Вон он есть. Мальчуган мой сам. Большой круг такой сделал. А вот и мама. А вот и Дэни. Сам целый круг сделал. Езжайте. Необычное ощущение, честно говоря, ребенка отпускать самостоятельно. На такое далекое расстояние, я бы вам сказала. Мне кажется, он так далеко еще от меня ни разу не отъезжал. Там нет съездов на дорогу ни на каких. Поэтому я спокойно здесь контролирую процесс. Тут он там едет. Пацаны ездят тоже на площадке. Тут что-то ему там говорят, общаются. Ему вообще нравится самостоятельность, как только он чувствует ее вкус. Дэнь, вылези из багажника. Я хочу вообще-то сюда попробовать засунуть велосипед. Поместится он или нет. Вылазь, Дэнь. Это для велосипеда, Кисть. Давай. Шуруй. Шуруй. Иди вот туда на тротуар встань. Фух, крошки мои. Поднялись домой. Оставила велосипед. Пельмешки. Давай, одевайся. И пойдем в магазин. В магазин сейчас входим. В туалет он очень... Пельмешки я бы выкинула в унитаз, потому что они невкусные. Унитаз. Да. Сейчас пойдем за картошкой, потому что хочется мне рыбку попробовать. А сейчас пока доставку сделать, так не сделала заказ. Проще спуститься и в соседнем доме купить картошки. Девочки, я так-то пришла за одной картошкой. Дэнни ломтики там собирает. Ты что, все ломтики решила? Нет, все не надо. Все, хватит, ложи. Ой, сколько утащил, да? Столько взял. Так, нам нужно сыр. Смотрите, и чипсы, ломтики, сыр, яблоки, лимоны, сушки, картошка, сок Дэнни. Картошечки взяла молодой. Специально, чтобы ее помыть и в мундире сварить. И маленькая, чтобы она не долго варилась. И прям с рыбкой засоренная. Ну, так интересно, как она засолилась там. Ну, Дэнни из лифта попытался сам вытащить пакет. Ну что, мои хорошие, все готово. Картошечка, помидорчик, даже не солила. Вдруг пересолила я сейчас рыбу. В общем, буду пробовать, сейчас поделюсь впечатлениями. Ооо, ну что вам сказать, мои дорогие. Засолила рыбу, она получилась малосольная. Очень слабо-слабо соленая. Можно было бы ее в два раза больше даже посолить. Вот, но все равно я съела три куска. Три картошинки, один помидор. Я объелась. Вот, все равно желание пить. Даже вот чуть-чуть соленая она была. Она вообще прям реально, как будто я сырую рыбу ела. И она настолько малосоленая, что как будто сыру ела. Тем не менее, все было очень вкусно. Поэтому можете повторять. И пишите в комментариях свои рецепты, если вы делаете. Все, сейчас досматриваю сериал и пойду укладывать деньги. Надеюсь, у меня хватит сил смонтировать для вас видео. Сегодня. Если нет, то нет. На втором канале у меня вышла распаковка покупок с фикс прайса новинок. У меня здесь лампа. Не желтая, а белая. Самой интересно будет посмотреть, как она светит. Ну, одна. Я вообще две купила лампы. Такие, знаете, посмотрите. Классные вообще. Мне кажется, бюджетный вариант. Вот это то, наверное, что я искала за такую цену в фикс прайсе все это время. Вот. У меня, помните, желтый же свет светит здесь. А это белый. Сейчас наконец-таки сотру макияж. Да. 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 Денечка, а мы сейчас спать уже будем укладываться. Нет. Да, солнышко. Нет. В смысле нет. Нет. Надо спатики уже ложиться. Не хочу. Ой, что у меня на носу? На носу у меня какая-то клякса коричневая. Что я делаю? Ничего, светлый свет намного лучше. Блин, жалко моего зеркала, которое я купила себе в ванну. Было только с желтой подсветкой. Представляете? Красивая подсветка. Ничего не скажешь. Ванну принять там, знаете, ну вот для съемок. Что? Будешь? Нет. Положи чипсы. Их нельзя кушать сейчас. А, будешь? Нет, кисечка. Чипсы нельзя. Давай. 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 Что? Нельзя это. Нельзя. Дэнь, иди на место чипсы ложи. Так. Уже заканчивается ночной крем. Я уже с Фаберлик новую серию заказала. Что? Не заказала. Набросала в корзину и не заказала. Забыла. Мам, что ты делаешь? Зайка, я смыла косметику. Все. Пойдем спать. Мы не идем спать. Идем спать. Нет. Да. Нет. Нет. Почему нет? Завтра в садик рано вставать. Не хочу в садик. Почему? Ты же любишь в садик. А я не хочу в садик. А Марин? Зай, Марина тебя завтра ждет и Фатима тебя завтра ждет. Они будут скучать очень без тебя. Не хочу. А кто помогать им будет? Нет. Будешь помогать им? Нет. Не. А играть в садики будешь? Да. А? Да, 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 да. В садик играть поедем. Все. Пошли спать. Все, мои хорошие. Мы с Денькой укладываемся спать. Я тут прилягу. Уложу его. Потом пойду. Время уже, Денечка, 10 часов. Слышишь? Время 10 часов. Не хочу. В общем, мои хорошие. Спокойной ночи. И до новых встреч.